Вы посмотрите, холодное. Ужас холодно как. И вот занавешено все у нас. В одной из комнат настоящий ледник, жалуются люди. И так здесь уже больше двух недель. Тепла нет в квартирах с первого по девятый этаж. С 11 числа в 16-й квартире у них начала течь батарея. Они вызвали сантехника. Он пришел, поковырял, отковырял. Пришел и отключил нам отопление. Вы будете мерзнуть. Я говорю, Коль, ну это же не делай, не май месяц. На улице холод. У нас дети болеют. И сами вон в малярии не проходят никогда. Холодно спать. Я сплю на полу в большой комнате, в ванну открываем. Потому что холодно в маленькой комнате. Нету сварщика. Я начала узнавать. Говорят, все болеют. Один болеет, а другой пьет, извините за выражение. Жители очень недовольны работой управляющей компании. Говорят, за коммуналку регулярно приходят платежи с внушительными суммами. Люди исправно за все платят. А вот реальной работы коммунальщиков не видно. Надо ремонт делать. А это никого не интересует. Пьяные у них слесаря или их нет вообще. Мы платим за отопление. Сейчас проблема в этом. Вот пусть они придут. Сегодня не придут. А завтра пусть придут и сделают. Неужели на весь металлург нельзя найти одного сварщика? В доме без того немало проблем. Одна из самых острых – это тараканы. Жители уже устали от назойливых насекомых. Говорят, на борьбу с вредителями уже потратили внушительные суммы. Мы спим с тараканами. И спишь, а он шлеп тебе на башку или в рот. Прямо. Это не честное слово. Вот я пенсионерка. А в квартире уже вызывала тараканов морить. Я отдала почти 10 тысяч. А я что, богатая? А морешь? А их еще больше. Или морют так. Или наоборот нам их запускают. Мы просто замучились. Помогите нам в этом. Прошу я вас. Вообще весь дом это просит. Все эти проблемы давно озвучены управляющей компанией. Но от них никаких действий, говорят люди. Жители просят подключиться к решению проблемы в вышестоящие органы.